Живите с этим как хотите. У многих у вас появляются часто вопросы. Ну как так? Вторая армия мира не может справиться с этой вот Украиной и так далее. Хотел сказать расправиться, но вовремя осекся. Вопрос только в одном. Она вторая армия откуда? С конца, сбоку, сверху? Может быть она вообще не вторая? Может быть она вторая армия мира по понтам? Но вопрос поставлен очень и очень правильно. Как же это так? Все ошиблись. Западные посольства вывели свои посольства... Простите, западные страны вывели свои посольства из Киева. Все думали, что будет парад. Надо больше верить в сбройные силы. Возвращаемся к диктатору. Он раньше себя называл последний диктатор Европы. Теперь маньяк, царь в розыске, его однозначно опередил. Причин вы много можете назвать. Вопрос в том, что справиться, не справиться. Россия развалится, если сами россияне не угомонят Владимира Путина. Не торопитесь. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что у России, можно откровенно сказать, был определенный перекос в вооружении. Они уделили колоссальное значение перспективным разработкам. Речь идет о системах, которым нет аналогов в мире. Нигде. Ну, кроме, естественно, какой страны? Правильно. Белоруссии. Они первыми в мире создали гиперзвуковое оружие. Они создали самые новые системы стратегического вооружения. Знаете, это Сармат, Ярс, на подводных лодках и так далее и тому подобное. Это огромные деньги. Получается незавидная история, что Владимир Путин занимается тем, что в Украине это называется морнотратство. То есть спускает деньги на дворцы и на оружие, которому нет аналогов. То, что он перечислил, это страшные системы поражения, о которых он рассказывал на своих совещаниях нон-стоп в течение многих лет. И вроде как все это нужно для того, правильно, чтобы наконец-то уничтожить эту Америку. Не знаю, правда, если размышлять этой логикой, то где же они тогда айфоны будут брать? Думайте, товарищи россияне. Но, значит, идиот, простите, я говорю о президенте Российской Федерации. То есть разрабатывал оружие для войны с США, а напал на Украину. Где логика? Да, там, где российские скрепы. Мне Путин постоянно рассказывал, во что это обходилось. Они вложились туда колоссальным образом обеспечивая свою безопасность. Как эти секретные разработки помогают российскому солдату на поле боя, остается загадкой. Да, недавно у нас было видео отдельное на канале, когда маньяк Путин объяснял Павлику Зарубину с идеально ровным и шершавым одновременно языком, почему он не напал в 2014 году в полном объеме. Играли в это Минские соглашения, гражданская война и бла-бла-бла. Путин говорит, у нас не было гиперзвукового оружия, а теперь есть. И вроде бы у престарелых диктаторов в возрасте 70 лет там, что у них ниже живота, оно должно немножечко приподняться. Но оно не приподнимается. Кстати, тут же Путин, я вот как раз когда говорил об идиотизме, они же сами все раскрывают. Ну, смотрите, он говорит, в 2014 году у нас не было кучи всяких там суперсистем поражения, теперь они есть, но мы их не применяем. Вопрос. Зачем тогда они нужны? Потому что мы применяем все средства поражения. Для чего? Для того, чтобы отправлять домой российских захватчиков. Отправка, возможно, в разных видах. Если повезет, человек может бросить автомат и сбежать в Рашу. Она же Московия. Ну, и было такое во всем мире, и у нас тоже. Слушай, а что там эти? Грады, ураганы, торнадо, как там они еще называются? Что там артиллерия 155, 152 миллиметра и так далее. То есть, вот этому земному фактору было меньше внимания. И деньжат не хватало, потому что разрабатывали перспективные. Да и теоретически уже военные. Ну, будущая война, это уже война не на земле, а где-то в космосе. В апокалиптические времена живем. Юрий, вы знаете, если не ошибаюсь, Игорь Яковенко об этом говорил, что на самом деле это все стратегия. Поведение Медведева, поведение Пригожина, заявление Гиркина. Все это стратегия Путина показать, что он на фоне их огнец божий. Для Европы. И, мол, вы же понимаете, что если я уйду, так придет Гиркин, придет Кожин Медведев. Но это то, что я слышала, это версия политологов, политтехнологов. Насколько вы считаете, она имеет право на существование? Имела. Она имела смысл до недавнего решения Международного уголовного суда в Гаге. О, к этому сейчас подойдем, да. Вот, это имела теперь, теперь ему уже не поможет ничто. То есть уже понятно, что с ним дело не будет иметь никто. И сейчас решение, вот сейчас мы немножко вернемся к мысли президента Павела. То есть сейчас ситуация такая, он настолько обозлил весь Запад, и что у меня такое впечатление, что есть полный консенсус, что с ним надо заканчивать так или иначе. Поэтому в этой ситуации контрнаступление Украины в этом году необязательно должно закончиться разгромом России, чтобы продолжать получать внешнюю помощь. Достаточно успешной операции, хорошей, солидной, успешной операции, чтобы помощь продолжала поступать. Потому что, ну вы же видите, что происходит. То есть Запад отрезает, это называется у них декаплинг, отрезает Россию от себя во всех сферах. Экономики, политики, дипломатии, во всем, даже в культурной сфере. А сейчас у них стоит вопрос о том, чтобы то же самое сделать с Китаем. Но для того, чтобы отрезать Россию, надо сдерживать. И тут без Украины, ну никак нельзя обойтись. Поэтому, поэтому я вот так суммируя, положа руку на сердце. Я же в интервью вам, Даша, я говорю откровенно. То, что, может быть, не сказал бы никто. То, что сказал Павел, это, ну типа, месседж некоторым деятелям в Киеве, что, ребята, сверните, сбавьте обороты, прекратите коррупцию, сдержитесь, потому что страна стоит на краю пропасти. Перестаньте торговать с золотыми яйцами, яблоками. Перестаньте закупать оружие, боеприпасы в несколько раз дороже, чем они могут быть куплены на международных рынках. Мобилизуйтесь и не мешайте военным делать свое дело. Перестаньте обсуждать в разгар боевых действий вот этот проект закона, как он там, 42-10, да, сейчас вот обсуждался закон, да, о военных, смысл сводился к тому, чтобы лишить военнослужащих вообще права участвовать в политической жизни страны. Это же для чего направлено? Для того, чтобы вот они победят, они защитят страну, а потом они вернутся обратно и окажутся, что у них нет политической возможности направить страну в нужное русло. То есть я вот так вот расцениваю высказывания генерала и президента. Придите в себя. Время, интриг и пиара, оно закончилось. Надо мобилизоваться. Юрий, мы с вами, конечно, обязаны поговорить о Гаге. Скажите мне честно, уж сколько вы откровенны со мной в этом интервью, как никогда, пили ли вы бокал шампанского на прошлой неделе в пятницу, когда мы узнали эту новость о том, что суд Гаге выдал ордер на арест Путина? Нет, шампанское не выпил, но мой кросс тогда вместо часа продлился полтора часа, а я почувствовал избыток энергии, который надо было выплюстать. Решение прекрасное, замечательное. То есть оно, вот это декаплинг, это отрезание не только страны, но и его лидера. Это месседж о том, что пока он сидит там на этой табуретке в Кремле, с ним никакого применения, примирения быть не может. Потому что на Западе решение суда это святое. Это все, понимаете? Подписывайтесь на канал и не пропускайте новые видео, пишите комментарии и делитесь с друзьями. Мы также будем благодарны за поддержку нашей работы на Patreon или других сручных платформах. Реквизиты в описании к видео. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...